Ах, Тунг, опасно. Очень много ила. Уроды, портят броды. 154 пепельма. В стиле стоит уже опасность. Уровень. Смотрите, откройте. Какая простая штука может запросто спасти вам жизнь, когда... Так, ребята, ну что у меня происходит доброе утро на улице и изморось. А мне сейчас лезть в воду. А второй у нас боец. Зарылся в тряпки. Никакой говорить не хочет. Будем зубы расчесывать. Эх, финтрейлы-то дубовые. Замерзли нафиг на улице. Уже только что блестеть перестали. А блестели, как стразы, хлобутены. Так, сейчас вот здесь отогрел. Хорошо встало. Тоже хоть носок стал гнуться. Все, ребята. День уже. Лютый стоит. Мишка все еще спит. Я пошел на коп. Серьезный. Все. Я все с собой взял. А Мишка тюлень. А я пойду вот в этот пруд копаться. Вот этот вот. У нас все выни. Все замерзло. На улице уже минусок был. Ух. Забираю свой. Металлик. И вперед. Ага, Мишу видели. Волосы на ногах расчесывает. Сидит. Прическу делает. Молодец какой. Так. В воде-то потеплее, чем тут. Рыбы-то есть, нет? Интересно. Рыбки. Это не песок, ребята. Это ил. Причем ил тут лютый такой. Фиг пройдешь тут. Фиг тут пройдешь, народ. Уху-ху. Ну что, ребята. Нету ничего тут. Нету ничего тут. То ли какой-то скотный пруд. То ли какой-то скотный пруд был. Его просто огромное количество. Почему-то я-то думал, что это песочек. Утешил себя надеждой, что это песочек. Интересно, что делает Миша. Миша. Он так же в трусах, ребята, сидит. Ничего не изменилось. Вашебник я. А, замерло. Сейчас проверю, что там на багажнике у нас творится. И вперед. Из песни. Миша. Поедем дальше. Точек еще много. Надо искать. Пробовать, проверять. Вот у нас почти. Почти 70 ампер давит зарядки. Ого. 71% заряда аккумуляторов. Ну вот, ребята, прошло где-то полтора часа с момента нашего выезда. И у нас полностью заряженные аккумуляторы снова. Было где-то 65% зарядки. Сейчас опять 100% зарядки. Вот 99 здесь 100. И продолжает идти зарядка. Здесь 5 ампер. Здесь 13 ампер. Как-то так вот. Виста Беттери. Аккумуляторы литий-железо-фосфат. Как бы рулят. Кому нужна автономность, серьезная автономность. Это вот за полтора часа мы опять забили полностью аккумуляторы. И готовы стоять еще сутки. Как-то так вот. Свинец. Вы никогда так не сделаете. Все. Едем. Что я хотел вам рассказать. Виста Беттери рулит. Ссылочку, если захотите приобрести подобные аккумуляторы. Ссылочка. в описании. В общем, ребята. М-м-м-м. Какая страшная шиша. М-м-м. Какая страшная шиша. М-м-м. М-м. 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 Здесь у нас, ребята, корыстная цель. Найти корзинку. О! Дух заброшки. О! Шнелька. М-м. 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 Выпилили. С печуркой. С печуркой бы позвонить. Смотри, какая мебель мишель. Смотри, какая модная мебель. Г Laurzy. Как у дедушки в деревне. слушай это все нарисовано вся текстура нарисована о мишени мелок возьми пригодится что-то полезного нашли туалетку о стакашки граненый мишка он еще и дни он еще модный смотри смотри какой и рюмочка такая же так он целый блин тут миша целый ящик стаканов 2 заберем в баню елки-палки выдавая возьмем ты чё смотри сколько граненок то вон они все с набора с одного гранешек нашли фитотерапия ваша методика преподавания математики в начальных классах может я букварь здесь найду арифметика учебник 5-6 классов черчение о-хо-хо мишаня тема ребята утюг тюг 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 ребят губы закатывали машинка вот все хотели видеть как она выглядит вот так вот увы ах скоро это все тоже сгниет и очень скоро здесь уже разруха крыши нет домик такой под растрепанный полов но это ну как обычно это здесь все стандартно выбивает все подложки вроде тоже уже покопались тут двор здесь давным-давно разводится лестницы у нас с собой нету и жаль да о запорка такая прикольная передвигаясь по обширным землям тверской губернии кое она была до 1929 года засим стала областью хотелось бы поделиться с вами тем малым что мы узнали о ней на протяжении столетий тверская область существовала как унитарная самостоятельная губерния которая решала все насущные вопросы внутри себя она стала одним из главных национальных очагов во время создания государства русского общая площадь области восемьдесят четыре тысячи двести один квадратный километр то есть территория тверской области сравнимо с территории австрии или нескольких европейских стран на границе тверской области находится шесть других областей новгородская ярославская смоленская московская и другие также на территории области проходят две самые популярные трассы москва санкт-петербург и москва рига в российской империи у жителей практически каждой губернии были свои собственные просьбища в которых как в зеркале отражались особенности того или иного края жителей тверской земли издавна называли козлами на первый взгляд очень даже неприятное прозвище потому что ничего хорошего в козле отражаться не может просто по своему определению но это умозаключение кажется справедливым лишь поначалу потому как это не странно именно козел они какое-то другое животное внес свою значительную лепту в местную летопись ведь именно это животное а вернее тонкие сафьяновые кожи которые выделывались и шкур этих животных были как бы сейчас сказали визитная карточка экономического процветания древнего тверского края есть у тверского козла и своя героическая история если когда-то гусь спас от врагов рим то в твери эту почетную миссию выполнял козел вот как об этом рассказывает легенда пасся козел на поляне около церкви щипал себе мирно травку и случайно стал жевать веревку которая спадала на землю с колокольни ударил колокол да не просто ударил а в набат жители города бросились на стены и увидели приближающуюся татаро-монгольскую конницу врагу не удалось заставить город врасплох и набег был отбит сейчас сложно подтвердить или опровергнуть эту историю но она исправно передается тверичанами из поколения в поколение сегодня многие из тех кто приезжает твери отмечают что наряду с гостеприимством коренные жители и поныне наделены упрямым характером и уж если они что-либо решили то никогда не отступятся от своего решения и будут добиваться своей цели наперекор всем преградам может быть такой характер сформировался из-за постоянных войн которые выпали на долю тверского края а может и благодаря его неофициальному символу тверскому козлу численность населения области составляет миллион двести восемьдесят три человека и большинство из них хорошие люди по крайней мере те кого мы встречали ну вот ребят немножечко о тех местах где мы сейчас едем и 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 Продолжение следует... В очередной раз убедились, что ширпой брод, не брод. Герасим Васильевич будет нас кормить вкусной какой-то едой. Какой пока не знаю. Ничего, что вот нам лицом. Ничего. Мы успели поесть. Пообщаться с егерем местным. Он приехал по нашим следам. Думал, здесь кто-то охотится. Ну, скорее всего, мне так кажется. Покушали сейчас. Мишка делает ТО, а я пошел брод копать. Мишка как ТО сделает, сразу тоже пойдет копать. Вот брод здесь был старый, деревенский. Ну, вот первый сигналчик у нас. Стальные бивни. Это ножи, которые проверило время. С которыми не хочется расставаться. Отличный инструмент. Верный помощник и друг в ваших руках. Наш выбор. Якутские ножи от стальных бивней. Пусть это станет и твоим выбором. Нима. О, монетка. Ха-ха-ха. Ну, вот, ребят. Я монетился. Две копейки. Я монетился, наконец-то. Две копейки. Двадцать пятый год. Сохранчик не алёк, конечно. Ну, вот такая вот монетка. Ага, вот она, вернувница. Кусочек свинца. В скульбе. Ха-ха. Вот она. А вот она, кто звенела. Пойдём покопаем, поищем злато-серебро на всякие разные бухлоры динарские. Так. Вот есть сигнал здесь, но копать я его здесь не буду. Оставим его, но потом, в следующем поколении. Что-то в скульбе. О, монета. Ха-ха. Ну что, ребят, двадцать копеек, сорок седьмой год. Вот такая красота. Сорок третий. Сорок третий, извиняюсь. Хороший сохран. Такой двадцатник. Прекрасно. О. Есть контакт. Какую медяху от самовара или чего-то. Словил. Словил. Ребятки, монетоз. Три копейки. Сорок девятый год. Хороший сохран. Неплохой. Ну что ж, у нас пока одни советы здесь. Для тренировки тоже неплохо. Да, сухие тверские места подтверждают свое звание битых мест. Ничего нет, кроме пробок и всяких разных гаек железных. Ничего. Гера, как у тебя? Да фигня, фигня. Сейчас целую сетку этих притащишь. Какой-нибудь, не знаю, там. Ну вот, ребят, блесенку нашел. Самоделочка старая еще. Ха-ха, хорошо. Тоже полезная штука. Даже полезнее монетки. Мы на них потом будем рыбу ловить. Так у меня уже две блесны. Так, ну что ж, тогда начнем мои находки разглядывать. Ничего себе, там у тебя колокольчиком сколько сетки рады. Да. У меня была найдена вот такая фигуля. От чего она непонятно медная. Понятно от чего. Это кран конусный. Да? От самовара или от мыувальника. Так что он поворачивается. И вот такая вот самоделищная. Или не самоделищная? Нет, не самодельная блесна. Ну, такая вот блесна. Хорошая блесна. Ну, ладно. Теперь давай ценную доставай. Так, пошли в отдел ценных находок. Так. Опа, красота. Ну, блин, тут уж тогда придется остановиться. Бордас-то смотри. Что? С вами коровы ходят? Да? Ну, раз коровы-то переходят. Гуси здесь переходят в постоянную реку. Что ты, в пешеходку смотри? Я, да, пойду сюда. Ну, где ты, самая большая монета? Держись. Ну, как обычно. Вот здесь ты так деньгам. Сейчас, как найду монету. Размером с люк канализационный. Золотую какую-нибудь с бриллиантами по кругу. Ох! О, гляньте, какую Хеопсину я достал из земли. Прям четкие грани. Срез такой прям правильный. А прям вот на конце лежал вот такой вот бухарский динарчик у меня. Не, ну я его с собой возьму. Столько выкопать из-за такой пробки. Положу в коллекцию. Прям такой новый, такой хороший весь. Идеальный сохран, я бы сказал. О, ребят, лягушка. Смотрите. Мелкая. Чух, чух, чух. Спать уже хочет. Давай, давай, вставай. Вставай, вставай, вставай. О, я ее в скубу поймал. Блин, поймал, убежала. Куда же она удрала? Хитрая лягушка. Пробка, скорее всего. Куда же она удрала? 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 вот она фольга здесь голяк здесь голяк вообще одни запчасти а тем временем земля мне просигналила цифры 60 на видео и посмотрим что у нас тут в этом куске планеты содержится рука не где ты ну-ка ну-ка сейчас мы тебя нащупаем где ты откуда ты это сказал где так ладно где-то там это не ты ли случайно мне сказал цифры 60 ну-ка он это он так ребята нет не достал стащить хочу мишкин сигнал в воду и там промыть нет не стащил миша вон тебе сигнал оставил проехать не туда можем я думаю через коровник или близьего не туда мы приехали я вот это брдм газуха стоит зил такой за Глитус Газон По крайней мере, габина для газона Мишка, ты пахнуешь так, да? Да, это твой ремонт Ой-ой-ой, какая здесь стремительная речка А вон какой Видишь? Да ну аж как Рот Рот У нас постоянно полностью заряженный аккумулятор, аж противно Блин Ребят, камера не снимала Сейчас накатуху поймал Рыбу Почти половину целую Рыбы Кто-то ее обкусил И она еще такая рот открывала, ну дышала Где-то тут щупарь хороший Стоит Я его видать спугнул Опа На косу вышли Кто-то грызанул Плотвичка такая Ну с ладошку где-то На дне лежал, я думал дохлая Поднял катушкой Думал снимаю, вам показываю А записи нету Ну не было Ее смыло с катушки Уже поймать ее не смог второй раз на течении Вот такая вот катавасия Что это могло быть Я не знаю Ой Прям жабры все вырвано То есть Она так недавно плавает Она живая была еще О О Ребят, вот она Вот она, блин Вот не врал же я вам Вот она эта рыба лежит Вот что с ней могло произойти Вот что с ней могло произойти Все-таки нашлась она Это хорошо А то был бы я балаболкой Врунишкой Я вас не обманываю У нас все по чесноку Вот как есть, так и есть Сейчас я пойду Мишане покажу этот Феномен Рыба все равно сдохнет Так что ей все равно Кто ее так разделал Может рак поймал Но тоже рак чун Смотри какую я интересную Штучку нашел Ладно Пойдем попробуем Угу Вот приходил бобер Вот он что-то сожрал Так, короче Нифига здесь нет Здесь одни бобры Лап своих понаставляли Веток пона нагрызли Вот он здесь жопой сидел Будем вставать на ночлег Тара-та-та-ра-та-там Ну а холодает-то как сразу, а? Охолодает-то как сразу Мишка что-то притих Может что-то нашел Да и притих поэтому Обычно он просто так не притихает Обычно он болтает, что-нибудь рассказывает Как клад найдет, все Пиши пропало Молчит Я стремительно перемещаюсь К третьей лунке В третьей лунке у меня Стабильный результат Это фольга Стоит только найти клад и все Мы не унываем У нас еще много лунок Вон кстати говоря Самая главная лунка Вон там Нам подсвечивает все Так Герасим Васильевич потерял К волю к победе Решил смотаться Ну что ж Мудро Ну что? Друг мой, у меня стабильный результат Какой? Фольга Да Ну хоть бы один бухарь динарский нашелся бы Просто фольга? Да, просто фольга На пицце беду А то мне тебя оттуда очень хорошо видно Немного у нас вездеход светится И пар с него идет А то мне тебя оттуда очень хорошо видно Вот он тоже светится Вот он тоже светится Тут бы еще что-то разобрететь Увы, ах Но ничего Валим отсюда нафиг Ничего здесь не будет хорошего Главное чтобы плохого ничего не было У меня ушки и баюшки Главное чтобы плохого ничего не было А нет Плохого то тоже ничего не было Надо чтобы что-нибудь хорошее было И гнятник это такой непонятный лес, непонятные структуры и квадратуры. Там там право надо было идти. А там там нет. Давай через лес. Нет, давай уже. Ну, в общем нет. Ну, ребят, все. Ну, ребят, все. Ну, ребят, все. Ну, что это, что это? Ну, ребята, все. Мы послетили церковь деревянную. Деревянная клокольня. Клокольня деревянная. Ходилер дальше. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Как можно так Субтитры сделал DimaTorzok 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 ДимаTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Просроченных DimaTorzok ДимаTorzok 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 не ошибешься. не, 18 лет уже находили. а я вот про батьку махну читаю. про батьку махну интересно читать. все народ прошел еще один день наших тренировок по водокопу. ну мы так вот хотим понять вообще что можно на земле найти, а что в воде пока вода побеждает. посмотрим. еще годного пруда не нашли. обязательно найдем. все. всем спокойной ночи. вкусных снов. доброе утро народ. всем привет. вот на такой остров мы забрались вчера. вот такие у нас два водопада тут. водопадят. и никого, никакой мужик к нам не пришел даже. сейчас я вам покажу что за водопад здесь. мельница когда-то стояла большая. там омут. такая яма здоровенная. и можно кататься на противотоке. сюда выходишь так. он видите загибается течение. так и вот так вот. откручиваю также в эту сторону. здесь помилее. смотри. смотри как всосало покрышки. лепешечки горяченькие у нас есть. хорошо что вчера подумали о сегодня. смотри. 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 Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Ну ладно... Поставил я себе полифонию... Мне с ней привычнее ходить... Можно по тону определить... Приблизительно... А если подольше походить, наверное, точно можно будет определять, что под катушкой... И первый приличный сигнал... Подумать, что там какая-то консервная банка... Так и есть! Почти что я угадал... Это лопата... Да... Мелкашечная гильза... Ну что, ребята... Вот нашел гаечку... Из нержавейки... В хозяйстве точно пригодится... Нержавеющие гайки... Они ценные... Ну, Васильичу повезло найти нержавеющую гайку... Так... Олосей-то здесь в избытке ходит, я смотрю... Все, ребят... Ничего тут интересного нету... Ну, кроме гайки... Гайк таких побольше, конечно, было бы здорово... Едем дальше... А, монета... Монетка, ребят... Ходячка, рубль... Так... Ну что... Я сегодня стал на рубль богаче... Рубль был изрублен... В 2007 году... Вот... Это какая-то интересная хохляшка нашлась у меня... Да... Это... От светильника, от лампы... Такая вот... Наконечник на горелку лежа... Украшение какое-то было... Так... А мы в магазин приехали... За минералочкой... А? А? Я сейчас в камеру пошел... А? Я сейчас в камеру пошел... Ай... Доми, это хачебное... Доми... А... Ах, смотри... Ах... Украшение... 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 Ребят, мы решили, что мы... Имеем раскрас похожий на коров... Поэтому прокатим за своих. Не водай. Не водай. Не бойся. Не бойся, Гурой. Нашли мы вот такое место рядом с деревней. Лесок, травы нет. Остановились, решили походить. Сигналов не густо. Хорошо, мусора нет. Что-то вижу, ржавая. Кусок подковы. Или не подковы. Это, ребята, вот такая вот штуковина. От арболета, короче, татарского. Ха-ха! Ребят! Вот такая прекрасная пуговка-гирька. Причем целая. Посмотрите. Ну-ка. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ну, без каких-то надписей. Видать, отвалилось все это дело. Ну, вот. Есть контакт. Есть контакт. Так, еще сигналчик. О! Посмотрим, что это такое. Ух ты! Какая-то, ребята, гайка. Или просто какой-то... Какая-то фигня, короче. Такая. Ну, ладно. Нашлась и хорошо. Вот прокал. Да, пойдем. Быстро пробежались вот по этим склонам. Ничего тоже нету. Едем дальше. Быстро передвигаемся еще на одно место. Делаем попытку. И... Все. Закругляемся на сегодня. Едем домой. Если ни за что не зацепимся, то, значит, поедем. Вот так и закончилось наше приключение. Ну, что сказать. Находок и в самом деле немного. Но это на самом деле и не важно. В следующий раз найдутся. Мы учимся. Мы пробуем. Мы стараемся. Мы не сидим на месте. Мы что-то делаем. И показываем это вам. На самом деле, ребята, чтобы в каждом фильме были находки, много удачи не надо. Надо просто зайти в антикварный магазин, купить монет или достать старые запасники какие-то. У меня есть два мешка советов. Но, поверьте, мы этого никогда не делали и не будем делать. Мы вас не обманываем. Поэтому, вот что нашли, то и показали. Если вам не нравится, хотите, чтобы в каждом видео были клады, ради бога, мы не будем ни в обиде. Смотрите кого-то еще. Большое спасибо нашим внимательным зрителям, которые увидели, что я был невесел и как-то подавлен. Кто-то начал переживать, что случилось. Ребята, все нормально. Просто сказывается накопленная усталость. Буквально за день до этого похода мы только вернулись с вездеход Трофи. И сразу же поехали в новую поездку, чтобы не упускать последние деньки. Ну, еще я был несколько простывший. Мне, кстати, в монтаже много времени пришлось уделить тому, чтобы убрать вот это вот вот, потому что сопли рекой текли. Как-то надо было выходить из положения. Еще раз всем спасибо за просмотр. Да, и мы с Мишаней решили, что коп не удался. Так что придется нам перезакрыть. Не пропадайте. Будет еще один коп в этом сезоне. Так что до новых серий. Вот, ребята, такие моменты встречаются. Захоронение сибирской язвы. Скотомогильник. Да и как. Спасибо за просмотр. Надеюсь, вам понравилось. Если не трудно, поставь палец вверх. Подпишись на канал. Расскажи, что ты думаешь об этой серии в комментариях. Эти несложные действия помогут нам стать еще лучше. Конечно же, оставайся с нами и смотри наши новые видео. Всего хорошего. Искренне ваш Герасим Шер.